Добрый день. Чем больше проходит выборов, сменяется властей и правительств, вывешивается новых политических флагов и лозунгов, но по сути ничего не меняется, тем больше рядовые граждане нашей страны задумываются о реальной альтернативе всей этой бездарной политике, которая происходит в нашей стране за последние 20 лет. Альтернатива — это не оппозиция в политическом смысле. Альтернатива — это альтернативный способ жизни, тот, который даст свободу и самоорганизацию широким слоям населения. Такая идея есть, она несколько забыта, но наиболее последовательно продвигает ее анархические организации. Эта идея анархизма, как бы страшно она не звучала в данный момент. Разумеется, анархисты были разные. Мы отталкиваемся от анархической философии, которая говорит, что гуманное общество будущего должно быть безгосударственным. То есть для анархиста государство — это аппарат принуждения. Власть — это принуждение человека делать то, что он делать не хочет. В таком смысле анархия есть безвластие в смысле полностью добровольного, добровольческого общества, где вся структура жизни сорганизована на свободных договоренностях, свободные договоры и самоорганизации населения снизу доверху. Можно не называть такую структуру анархизмом, можно брать главные ее принципы. Это самоорганизация населения, самоопределение, «Прямая демократия как способ решения проблем граждан непосредственно с их участием». Наиболее известные эксперименты такой самоорганизации были два, и один из них самый первый — это «Махновское движение в Украине». Оно достаточно оболгано в советский период, недостаточно изучено до сих пор. Тем не менее, это был первый в истории человечества опыт масштабной самоорганизации населения, так называемая «Безвластная трудовая федерация», о социально-политической истории которой я написал отдельную книгу «Старобельское соглашение». То есть, это новый взгляд на «Махновское движение» с точки зрения социально-политических процессов. Что хотели построить махновцы и анархисты в этой стране, как они к этому двигались, какие ошибки у них происходили и что из этого опыта реально можно взять. Для чего это нужно? Возвращаясь к началу разговора, для того, чтобы создать реальную альтернативу тому реальному хаосу, который происходит сейчас в Украине. То есть, альтернатива, строящаяся снизу на самоорганизации населения. Адаптируя эти идеи к современности, можно, убирая такой ярлык одиозный, как анархизм, но реально беря самоорганизацию, беря прямую демократию, начиная снизу от домовых комитетов, от каких-то студенческих профсоюзов, от локальных экологических инициатив, где люди отстаивают свои проблемы, то есть налаживают самостоятельно, без участия власти, жизнь в своем доме, в своем квартале, на своей улице, можно действительно построить низовую альтернативу. Примерно этой адаптацией и такими делами мы занимаемся посильно в Украине, как бы, и в лице украинского выбора нашли аналогичные призывы, то есть нам в этом смысле украинский выбор близок. По какому пути это может идти? То есть, разумеется, создание определенных образовательных программ телевизионных, об истории самоорганизации, о том, как это двигалось, какие рецепты давались раньше и что существует сегодня, о том, как можно постепенно возвращать, ределегировать власть из этой огромной вертикали назад гражданам, так, чтобы решения касательно своей жизни эти граждане принимали самостоятельно, а власти, коль скоро они пока существуют, выступали в роли экспертов, координаторов широкого поля общественных организаций. То есть, в переводе на современную терминологию, анархизм есть не более чем всеобщее, всеобъемлющее гражданское общество, где нету, как бы, посторонних гражданам организаций, которые принимают решения касательно их жизни, а все происходит с координированным обсуждением и решением самих граждан, а, еще раз повторюсь, власти выступают просто координаторами, экспертами, которые выносят те или иные решения, граждане их обсуждают и лично с помощью референдумов местных, региональных, общенациональных принимают те или иные решения, что полностью ложится в концепцию Конституции Украины, по которой главный носитель власти в этой стране – это ее народ. Но он действует не через представителей, участвуя в политике всего раз в пятилетку, то есть делегируя им какие-то полномочия, они потом совершенно не советуясь с массами решают для себя за широкие массы людей, а конкретно люди принимают решения касательно своей жизни. Нам предстоит огромный путь снизу структурирования этого общества, но это путь правильный, путь гуманный, и он наиболее демократичен, потому что самая настоящая демократия – это прямая демократия, не опосредованная через чиновников и депутатов, а прямая самоорганизация населения, то, что люди хотят решить своими силами. Этих людей надо постепенно учить. Разумеется, то есть когда постсоветский человек берется за решение какой-то проблемы, у него опускаются руки, он не знает этого опыта, не знает технологий, в том числе и анархисты являются хранителями подобных технологий, обустройство собственной жизни, обустройство жизни народа, без участия каких-то сторонних представителей. Поэтому постепенно, с низовых инициатив по решению каких-то локальных местных проблем, когда люди чувствуют вкус победы над произволом, который долгие годы не давал им покоя и портил им жизнь, они, соответственно, чувствуют свои силы и переходят к решению более высоких проблем. Поэтому мы считаем, что общество и реальная демократия, она должна строиться снизу, от самых низовых базисных инициатив граждан до их объединения на уровне квартала, района, территориальной общины, региона и так далее. Разумеется, как только люди будут получать гражданскую компетентность в решении подобных проблем, они неизбежно будут вытеснять некоторые структуры власти из своей жизни. То есть, если люди могут решить сами проблемы, ну, скажем, ассоциация предпринимателей, проблемы предпринимателей мелкого бизнеса этого района, разумеется, управление экономикой города как бы должно быть ликвидировано за ненадобностью, если в каждом районе существует своя такая организация. Также ЖЭКи могут быть вполне заменены ассоциациями домовых комитетов и другими структурами прямого народовластия, когда люди сами решают свои проблемы. Так постепенно, эволюционно и вполне законно власть в этой стране, которая нынче занимается произволом, будет поставлена на какое-то место до тех пор, пока эти высоты самоорганизации не будут освоены людьми в свою очередь. И так вот постепенно страна сможет вернуться в руки ее реальных властителей, распорядителей, хозяев, то есть народа Украины.